Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Новая жемчужина Самары. Софийский собор планируют достроить к осени 2017 года. Могли бы и лучше. Разбор полетов в департаменте городского хозяйства после учений коммунальщиков. Песень льда и пламени. Нашему корреспонденту раскрыли секреты люди редкой, но актуальной ныне профессии. Ледовары. Тысячи благодарных пациентов. 27 лет у руля главной клиники области. Сегодня день памяти выдающегося самарского медика Владимира Середавина. Зла хватает. Вандалы испортили подземный переход на московском шоссе. Быстрее, лучше и экономичнее. Фасад Софийского собора должен быть готов уже в этом году. Такую задачу поставил губернатор Николай Меркушкин. На рабочей встрече с архитектором, подрядчиком и представителями Самарской епархии. Собор Софии при мудрости Божией возводится уже 11 лет с перерывами. Сейчас до финала уже недалеко, хотя работы предстоит еще много. Олеся Корецкая с подробностями. Не откладывая в долгий ящик, меньше чем через неделю после посещения строительной площадки Софийского собора, губернатор встретился с авторами проекта, представителями Самарской епархии и генерального подрядчика. С открытием собора статус Самары значительно повысится. Она станет одним из православных духовных центров. Это Софийский собор. Софийские соборы были главными соборами в России. Если мы посмотрим перспективу истории, это и в Киеве, и в Полоцке, и в Нижнем Новгороде, это всегда строился первый главный храм, Софийский храм. Поэтому это такое возрождение и традиции строительства Софийского храма, и перекличка его с такой столичной составляющей. Собор необходимо достроить не только быстро, но и максимально экономно, при этом без ущерба для внешнего вида, подчеркивает губернатор Николай Меркушкин. Детально изучая чертежи и сметы. И сколько-то тянет вот эта часть? Ну, где-то на все, про все мы сегодня посчитали, где-то порядка 15 миллионов. Это сок, со всеми конструкциями. Сейчас все три фрагмента храма на разной степени готовности. Почти завершена верхняя часть. В средней необходимо провести свет, наладить работу лифтов. В нижней части собора разместится духовно-просветительский центр с воскресной школой. Сейчас здесь готовят учебные классы. С архитекторами, с проектировщиками все согласовано сегодня. Остались, как бы, вот те доделки, доработки, которые там еще. Конечно, много работают, очень много работают. Фасадные работы должны быть завершены этой осенью. Глава региона советует при отделке максимально использовать современные материалы. Вы же знаете, порядок строительства. Да, да. Строится и по-хорошему пять лет делается перерыв, то есть храм работает, освещается. Как минимум пять лет перерыв для того, чтобы все встало на свои места. Проект масштабный, но его необходимо оптимизировать, сократить расходы и увеличить темпы строительства и отделочных работ. Храм стоит на набережной. Ее обновил к чемпионату мира 2018 года. Поэтому к началу мундиали собор должен выглядеть величественно и красиво, подчеркивает глава региона. Олеся Корецкая, событие. Погоня, какой детективный сюжет, обходится без нее. Чтобы быстро и оперативно пресекать право нарушения в помощь дорожной полиции, новая техника. Автопарк областной госантеинспекции пополнился на 50 автомобилей. Машины в основном тольяттинского производства, они уже вышли на дежурство. Олег Зверев поинтересовался, каково служить на новых ладах. Веста и Гранта. Лейтенант полиции Сергей Климушкин с автомобилем «Лада Веста» уже знаком. Такую же машину он приобрел для личного пользования. И вот теперь Весту ему вручают для несения службы. Инспектор ДПС уверен в надежности автомобиля. Веста, я вам могу сказать, машина очень хорошая. То есть в управлении она очень надежная машина. Так как у меня самого тоже Веста управляла. То есть данная машина надежная. Будем на ней служить. Всего 50 автомобилей для ГИБДД. Причем большая часть производства автоваза. Все машины со спецоснащением. И уже сегодня они приступили к дежурству на дорогах Самарской области. Они отвечают всем требованиям, которые относятся к патронным автомобилям. Большинство из них осуществлено необходимыми приборами для несения службы. В том числе инспекторами ДПС. Я считаю, что это достойный вклад области в дело обеспечения безопасности дорожного движения. Сертификат начальнику областного главка вручил губернатор Николай Меркушкин. Техника приобретена в рамках областной целевой программы повышения безопасности дорожного движения. Из областной казны на это выделено 57 миллионов рублей. По словам главы региона, работу по техническому переоснащению службы необходимо продолжать, чтобы у инспекторов были все условия для борьбы с преступностью и обеспечения порядка на дорогах. Пожелать, чтобы эта техника активно использовалась, повышалась эффективность вашей работы. Большая, значительная часть этой техники – производство наше, Самарской области, автозавода, автоваза. На мой взгляд, машина хорошая. Мне приходится в Москве ездить на Вести. Самарский регион готовится к событию всемирного значения. Сегодня в 2018 году в городе пройдут игры Чемпионата мира по футболу. И у полицейских особо важная задача, чтобы все прошло без чрезвычайных происшествий и на улицах, и на дорогах. И накануне 2018 года наших больших событий с футболом мы должны укреплять бренд Самарской области. И полиция должна быть представлена в ее внешнем облике в том числе. Поэтому мы благодарим правительство, губернатора за ту большую работу, которая сегодня проводится. Автопарк Самарской области регулярно пополняется. На маршруты выходит современный общественный транспорт. Недавно были приобретены новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Но чтобы все это работало в штатном режиме, безопасность на дорогах – вопрос первостепенной важности. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Более 120 тысяч нарушений прав жителей Самарской области еще до судебных разбирательств пресекли прокуроры региона. Ведомство отмечает профессиональный праздник. Этот год – юбилейной прокуратуры России. Ей 295 лет. На праздничной коллегии награды получили лучшие в профессии. Сюжет Марины Кравцовой. Почти три века на страже закона и защите прав жителей. Итоги прошедшего года подвели на торжественной коллегии прокуратуры Самарской области, а выявили 85 тысяч нарушений прав и свобод. В суд направили 14 тысяч исков. С профессиональным праздником сотрудников надзорного ведомства поздравил губернатор Самарской области. Если мы вместе будем работать, то я уверен, абсолютно уверен. У нас такой потенциал в Самарской области огромный. Мы можем область сделать очень быстро такой, что мы сами будем гордиться. И те, которые будут приезжать, будут приятно подзываться потом о нашем крае. Лучшие из лучших получили благодарственные письма от главы региона. Областная прокуратура активно взаимодействует и с губернской думой, и с главным федеральным инспектором по Самарской области. Работа выстроена и достаточно эффективна. Я постоянно провожу приемы, и в этих приемах, как правило, принимают участие ваши представители, заранее изучившие ситуацию, вопрос, и этим самым оказывают существенную помощь и поддержку. Мы обязаны оправдывать доверие граждан к прокуратуре, принципиально принимая меры восстановления нарушенных прав. Ведь вся наша работа направлена на укрепление веры каждого человека в силу верховенства закона. 56 сотрудников и ветеранов прокуратуры региона получили награды от генерального прокурора страны. Знак отличия за верность закону вручили прокурору советского района Самары. 18 лет Дмитрий Попов на службе и до сих пор влюблен в профессию. Каждый день мы разрешаем десятки заявлений по самым разным вопросам, привлекаем к проверкам контролирующих органов. И, конечно, когда в результате нашего вмешательства восстанавливаются нарушенные права, это самый лучший результат нашей работы. И сегодня ведомство остается верным традициям. Но время ставят и новые задачи. Основные усилия направлены на защиту малоимущих, льготников, обманутых дольщиков, предпринимателей на борьбу с коррупцией. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Новую школу построят в Самаре на территории бывшего завода имени Масленникова. Сейчас идет оформление земельного участка. По планам, в начале февраля собственники территории передадут участок в бессрочное пользование мэрии. Площадь новой школы составит 27 тысяч квадратных метров. В ней будут обучаться полторы тысячи детей. Это будет одна из самых крупных школ в городе. Как сообщают в мэрии, перед началом строительства будут снесены старые объекты, расположенные на выделенном участке. Под строительство новых школ в городе в настоящее время рассматривается четыре площадки. Три из них расположены в Октябрьском районе, еще одна в Кировском. Специалисты уже подсчитывают, как адаптировать к ним типовые проекты. Наиболее перспективной является площадка, расположенная на территории бывшего завода имени Масленникова в Октябрьском районе. У нас в районе порядка шести школ работают в две смены. И это, конечно, не совсем правильно. Вы знаете, что есть поручение президента, что к 2025 году все школы страны должны перейти работать в односменный режим. Разработана федеральная программа. Мы приняли активное участие в реализации этой программы. Две новых школы в Крутых Ключах и Волгарии были открыты. Сразу три значимые награды в копилку телеканала «Саморегис». Проект «Под знаменем дружбы» стал победителем регионального этапа национальной премии «Серебряный лучник». На конкурс был представлен фильм журналиста Михаила Перепелкина, посвященный дружбе России и Болгарии. Наши сотрудники получили и ведомственные награды. Авторы программы «Сыскное дело» Алине Чемерис вручили грамоту от руководства Национальной гвардии. Очередная победа и у ведущей телеканала «Саморегис» Инессы Панченко. Она стала лауреатом самого престижного конкурса, который проводит Союз журналистов России «Золотой перо». Ее репортаж «Своя дорога» и программа «Право на маму» признаны лучшими в номинации за профессиональное мастерство. Это была сложная работа психологически, потому что речь шла о людях, которые столкнулись с наркоманией, столкнулись очень серьезно. Люди рассказывали о том, как они это преодолели. А когда вот такой опыт видят те, кто сам находится на грани этой беды или уже в нее попал, то они видят путь. Вот это своя дорога. Кто-то прошел этот путь, а другие наши зрители, может быть, увидели и поняли, где лежит эта дорога. И, может быть, они ей тоже пройдут, и у них все будет хорошо. С внезапным снегопадом коммунальщики справились, но оценку 5 не заслужили. В Самарском департаменте городского хозяйства подвели итоги командно-штабных учений. По легенде, в 5 часов утра оперативным дежурным Красногринского, Советского и Ленинского районов сообщили о резком ухудшении погоды, сильном снегопаде, метеле и порывах ветра. На уборку города вышли сотни единиц спецтехники, но чистили в основном главные улицы. Во дворах снегоуборочных машин и дворников было мало. Да и управляющие компании явно отнеслись к своим обязанностям без должного рвения. В Ленинском районе работали 12 снегоуборочных машин. Если бы чрезвычайная ситуация и впрямь случилась, этих сил было бы недостаточно. Следующие учения пройдут в железнодорожном промышленном Октябрьском районах. Первый заместитель главы города Владимир Василенко уверен, теперь необходима работа над ошибками. Еще раз подчеркиваю, мы проводили вот эту тренировку и проводили реально для себя увидеть недостатки, своими глазами что-то увидеть. Поэтому мы сегодня открыто говорим о недостатках, о тех позициях, которые требуют доработки, которых нужно устранять и в дальнейшем их в работе своей не допускать. И реально обеспечить ту задачу, которая предлагается на нас на сегодняшний день. Это чтобы люди вышли из дворов, чтобы могли выехать, чтобы могли добраться до всех социальных объектов. Есть такая профессия – лед заваривать. В середине января свой профессиональный праздник отмечают ледовары или заливщики льда. Именно они создают идеальное покрытие для катания на коньках. В Самаре самый большой открытый каток на набережной. Его приводят в порядок каждый день. Сейчас готовится площадка на Некрасовском спуске. С ледоваром и секретами его мастерства знакомилась Олеся Корецкая. Вот эта профессия называется ледовар. И не просто так. Лед буквально заваривается горячей водой. Сейчас температура воды в более 50 градусов. А на морозе минус 16, она схватывается за считанные минуты. Свой профессиональный праздник ледовар Василий Чудиновский встречает на рабочем месте. Обновляет лед на катке Самарской набережной. Рисовать идеальные ледяные восьмерки вокруг газонов помогает 30-летний водительский стаж. Люди с понятием относятся к нашей работе. То есть, когда я начинаю заливать, если кто-то не понимает, просто просим его, что подождите, мы завьем каток, чтобы не портить и мне не мешать в работе. Результат труда потом с удовольствием оценивает сам на коньках. Конечно, я пробую сам. Попробую лед, потом уже люди не жалуются. Я так смотрю. Отзывы неплохие, лед нормальный. Занимаемся от души, с душой. Ледовар – профессия редкая и круглогодичная. Правильный лед нужен и летом, на закрытых катках и стадионах. Заливать идеально ровное покрытие – целая наука. Воду очищают и нагревают, иногда до 100 градусов. Только горячая растекается ровно и без бугров. Перед заливкой лед очищают от снега, шлифуют, затирают трещины. Специалисты предприятия «Самарская набережная» обновляют каток каждый день, если температура ниже минус 10 градусов. Ну, практически через день мы льем, льем, льем. Сейчас уже 62 машины вылили сюда, чтобы содержать эту ледовую площадку. Не тут, шлифуют практически каждый день. 3,5 тысячи квадратных метров ледяной поверхности застывают быстро. Но самарцы – народ неудержимый. Бегут на коньках по влажному льду, говорят ледовары. Поэтому катки обновляют обычно рано, в 6 утра. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Призвание – лечись людей. Сегодня день памяти одного из светил медицины Владимира Середавина. Возле главного корпуса больницы друзья и коллеги возлагают цветы к его памятнику. Дело его жизни сейчас продолжают его ученики, которые каждый год, 17 января, вспоминают о легендарном самарском враче. Он был добрым и требовательным, ни минуты не сидел без дела, горел на работе и слишком рано сгорел. Так коллеги и ученики говорят о Владимире Середавине, который 27 лет возглавлял Самарскую областную клиническую больницу. Я как руководитель сестринского коллектива могу сказать, что его сестры очень любили, уважали и очень ценили его мнение. Потому что он знал, понимал и очень ценил сестринский труд. Несколько минут почтить память и возложить цветы к памятнику талантливого хирурга и снова на свои посты. Профессия врача не позволяет расслабиться. Пациенты ждут. Ведь, как учил Владимир Середавин, здоровье превыше всего. Очень тяжело строить работу, когда лишаешься такого учителя. И много лет ушло на то, чтобы добиться того, чтобы, скажем так, уровень медицинской помощи не снижался. Потому что потери эти, они значимы. И в любом строю, в любой битве, когда падает в первых рядах один из самых сильных бойцов, нужно время для того, чтобы строй сомкнулся и успешно продолжить это сражение. В 2003-м заслуженного врача не стало, но память о нем остается. Как остается и дело всей его жизни. Развитие больницы и спасение человеческих жизней. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. На счету Александра Солдатенкова почти тысяча запусков ракет-носителей из космодромов Байконур и Плесецк. В этом году ему исполнилось бы 90. В честь легендарного конструктора в музее Самара Космическая открылась выставка. Истории о главном ракетчике СССР слушал Андрей Горгуленко. Легендарного конструктора Александра Солдатенкова вспоминают человеком очень справедливым, всегда заступавшимся за подопечных. Так, однажды в 68-м году он защищал инженера-испытателя Виктора Алешина. Тогда, перед стартом, Алешин в условиях жуткого холода успел заменить на ракете неисправный прибор, но закрепил его только на трех болтах. Он за меня заступился, потому что я был исполнитель и контролер, за мной никого не было. Как я сказал, так и было. Мало ли еще могло случиться на ракете в этот период, при запуске космонавтов. И он был уверен во мне и оставил на госкомиссии, что нужно пускать. Именно за смелость, инженерную интуицию, мгновенное принятие решений и ценили Александра Михайловича. Многие годы он руководил запусками пилотируемых комплексов. Космонавты всегда были уверены в успехе, когда испытания возглавлял легендарный Солдатенков. Удачливый быть человек. Человек удачи. А удача, она приходит всегда к смелым. Вот, удачливый. Поэтому он у нас был самым главным пускачем, особенно по пилотируемой программе. Когда пилотируемый Александр Михайлович обязательно пускал. Все космонавты его знали, уважали, ценили. На выставке, посвященной знаменитому конструктору, представлены его удостоверения, награды, личные вещи. Но главные экспонаты – стенды со слайдами, на которых отражены яркие моменты его жизни. В презентациях мы слышим интересные истории от людей. То, о чем мы не могли бы узнать ни из книг, ни из чего. Я, конечно, настаиваю, чтобы ветераны писали, чтобы собираются вот эти вот репортажи. Потому что нашим посетителям интересны какие-то бытовые вещи, интересны случайности. Экспозиция про Александра Солдатенкова в музее «Самары космическое» будет открыта для посетителей еще два месяца. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Самарцы стали чаще летать на российские курорты. Какое направление оказалось самым востребованным, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня дорожает и преодолела отметку в 56 долларов за баррель. Валюту немного потеряла в цене. На 18 января Центробанк установил курс доллара на отметке 59 рублей 40 копеек. Евро 63 рубля 28 копеек. Золото стоит 2304 рубля, серебро 32 рубля 12 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 61 рубль 41 копейку, дороже всего продать за 58 рублей 29 копеек. Россия заняла пятую строчку мирового рейтинга по числу загрузок мобильных приложений. В лидерах Китай и Япония. Всего же в прошлом году по всему миру загружены 90 миллиардов приложений. Самарцы стали чаще летать на российские курорты. Сочи, Симферополь, Анапу и Минеральные воды для отдыха выбрали почти 155 тысяч пассажиров. Самым востребованным по-прежнему остается столичное направление. Пассажиропоток на рейсах в Москву за 2016 год вырос на 15% и составил больше 1 миллиона человек. На этом все. Удачи в делах. Их бы энергию, да в мирное русло. Вандалы разрисовали подземный переход на московском шоссе. Самарцы предлагают популярные в Советском Союзе методы борьбы с нарушителями. Сажать на 15 суток, принуждать к общественным работам, а законопослушным жителям выходить на дежурство, чтобы следить за порядком. Марьяна Мирна увидела, во что превратился недавно построенный переход. На злобу дня. Тема, которая взволновала посетителей подземного пешеходного перехода на московском шоссе. Ночью группа горе-художников пробралась в переход и разрисовала его стены. Искусство сомнительное, но на своих картинах они даже оставили подписи. Хотя опознать их по ним будет сложно. Неизвестные художники баллончиками с краской расписали стены перехода у остановки завод имени Тарасова. И жителям, которые регулярно переходят дорогу именно здесь, такое творчество не кажется красивым. Это, конечно, некрасиво. Я не знаю, прям руки, что ли, у них чешутся молодежи. Зачем так они вот делают? Ну, конечно, плохо. Плохо. Кто рисовал-то? Вандалы. Ну, вот и плохо. Надо как-то дежурные, чтобы дежурили, заставляли их стирать. Ловить их надо. Творчество просто безобразное, я считаю. Дело в том, что когда был у нас старый переход, здесь все было изрисованное. Это было ужасно. А после такого ремонта все это продолжается. Вы знаете, вот лично я очень возмущена. Мне просто неприятно. Этот подземный переход был отремонтирован всего пару лет назад при реконструкции московского шоссе. И по сей день оставался чистым и аккуратным. Теперь стены придется перекрашивать. И если вандалов удастся разыскать, им предстоит потратиться на штраф. До пяти тысяч рублей. И на ликвидацию последствий своей бурной фантазии. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Новосибирское проклятие снова постигло баскетболистов клуба «Самара». В матче на выезде им уже второй раз в этом сезоне не удается одолеть сибирскую команду. Новости спорта продолжат эфир. И я передаю слово Валерии Макаровой. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова. И я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Самарская шпажистка завоевала серебро первенства России. 2-4. Хоккеисты «Лады» уступили в матче с «Локомотивом». Новосибирск остался неприступен. Баскетболисты клуба «Самара» потерпели первое за два месяца поражение. Самарские баскетболисты не смогли одолеть на выезде команду «Новосибирска». Уже в начале игры волжане постарались захватить инициативу. Однако первая четверть закончилась со счетом 18-18. Второй период поначалу проходил в равной борьбе. Самарцам даже удалось совершить рывок и вывести команду более чем на 10 очков вперед. Впрочем, этот отрыв хозяева паркета нагнали уже в следующей четверти. Самой драматичной для самарцев стала концовка. Начались проблемы с точностью бросков, а тем временем сибиряки сравняли счет и продолжали увеличивать преимущество. Выправить ситуацию самарцы не сумели, помешали собственные ошибки. Матч закончился со счетом 80-73 в пользу Новосибирска. Самарский клуб потерпел первое за два месяца поражение в чемпионате Суперлиги. Еще одно поражение, но уже в хоккее. В очередном матче КХЛ Тольяттинская «Лада» в гостях неудачно сыграла с Ярославским локомотивом. Счет на 30-й секунде открыли хозяева, но «Лада» быстро его сравняла. До конца первого периода команды успели еще раз обменяться шайбами. Вышли вперед ярославцы во втором периоде. 3-2. Эти цифры оставались на табло до конца игры, когда хозяева забросили шайбу в пустые ворота «Лады». 4-2. Самарская шпажистка Ирина Охотникова завоевала серебро на первенстве России по фехтованию. В нем участвуют лучшие молодые спортсмены не старше 21 года. Ирина Охотникова успешно прошла групповой этап, а в стадии плей-офф одолела соперницы Саратова, Москвы и Северной Осетии. В финальном поединке самарская шпажистка уступила москвичке Азианат Муртазаевой 8-15. В командном первенстве сборная шпажисток Самарской области стала четвертой. Среди юношей в личном зачете лучший результат среди самарских шпажистов показал Александр Гладков, ставший десятым. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин